друзья где взять фотографию и какая фотография должна быть для нанесения фотопечати на рулонные шторы понятно вы можете прислать нам свою на электронную почту которую вы найдете внутри сайта магазин собака.ru либо мы ее скачаем для вас сайта депозит фото либо шутер стока подробный подробный скринкаст мы об этом уже снимали для фотоштор кассетной системе уни2 сейчас я просто его вам приложу смотрим там все понятно и взять изображение для фотоштор кассетной системы уни2 друзья мы вам предлагаем три варианта либо вы после оформления заказа пришлете нам фотографию по электронной почте свою качественную чтобы исходный файл был хорошем разрешении и обязательно в письме укажите номер своего заказа чтобы мы понимали что эту фотография относится к этому заказу электронную почту вы сможете найти в футере сайта магазин собака.ru второй вариант это депозит фотос и третий вариант шутер сток о том как подобрать фотографию на этих сайтах я сейчас вам приложу подробный скринкаст смотрим так друзья мы дошли до пункта фотография и это видео я пишу вот для этой ссылки здесь у нас собственно четыре пункта которые мы можем выбрать давайте разберем по порядку своя фотография скинуть на электронную почту в футере сайта вы сможете найти нашу электронную почту на которую после оформления заказа вы можете скинуть свою фотографию какие требования к фотографии фотография должна быть в первую очередь качественная мы брали фотографию вот для нашего стенда сайта депозит фотос я ее открыл фотошопе просто для примера вам покажу какое у нее разрешение чтобы вы понимали по ширине у нас 11 тысяч пикселей и семь с половиной тысяч пикселей по высоте то есть когда мы будем держать эту фотографию на большую площадь печатать пикселизация у нас вот только сейчас она начала проявляться когда угол у нас где-то 20 сантиметров у меня на экране мимо то есть очень хорошее разрешение фотографии и ее можно печатать на большом полотне следующий пункт это который вам необходимо будет соблюсти это правильное ориентирование обратите внимание стенд у нас квадратный ориентировочно где-то там будет 1200 на 1200 миллиметр но мы фотографии взяли горизонтально ориентированную заранее понимая что вот эту вот гора деревьями у нас вырежется соответственно из горизонтального то можно меньше на квадратное но если вы возьмете вертикально ориентированную фотографию и скажете сделайте нам из нее горизонтально ориентированную получится собственно давайте я вам покажу какой эффект получится давайте для начала уменьшу примеру мы имеем вот такую фотографию и вы нам говорите делайте нам ее фотографию еще шире выставим 3200 пикселей и получим мы вот такой интересный эффект отменим наше изменение то же самое будет если просто ее сжать сделаем примеру из нее 800 пикселей по ширине получится вот такое поэтому чтобы не нарушать пропорции фотографии нам большого маленькой мы сможем сделать но для этого внизу в комментариях напишите какой фрагмент нам удалить максимально подробно опишите как вы видите конечную картину то есть вот из этой фотки мы сделали квадратное изображение которое нормально у нас писалось на две створки так это что касается своей фотографии если смотрели на свое окно если она у вас горизонтально ориентированная так то и нужна фотография горизонтально ориентированная если к примеру у вас одна створка вот так вот вертикально ориентированной то и фотографии ищите вертикально ориентированную ну и раз уж мы коснулись комментарии давайте еще один момент выясним вы оформили заказ скинули нам на почту допустим фотографию комментариях что-то написали мы исходя из ваших данных сделали макет с размерами все и скинули вам на электронную почту на утверждение один раз еще мы отредактируем этот макет допустим там что-то вам понравилось что-то не понравилось куда-то что-то сдвину то есть мы сделали один макет после заказа и один раз переделали все остальные переделки макета будут стоить какую-то определенную сумму спасибо за понимание но бесконечно переделывать макета наш дизайнер не может потому что собственно это работа время а время как вы понимаете деньги если мы выбираем фотографию депозит фотос копируете ссылочку открываете яндекс браузере и оказываетесь на сайте депозит фотос здесь есть поисковая строка вам нужно допустим море он вам выдает фотографии море открываете какую-то фотографию айди можно взять вот отсюда вот она айди смотрели фотографию она вас устроила скопировали айди и вставили его на сайте лишнее убирайте что у вас копировали в данном случае у меня пробелами то есть мы мы поймем что вы фотографии взяли депозит фотос а вот ее айди также я скажу вам немножко забыл здесь есть и на депозит фотос и шутер стоке ориентация фотографии и не про чё я говорю мы для стенда взяли горизонтальную ну посмотрим квадратные да вот они идеально на две створки здесь станут собственно любая фотография если возьмете горизонтальную ориентацию но у вас тоже две створки соответственно уточните какой фрагмент вас интересует что она вырезать что оставить чтобы мы по тысячу раз не переделывали макет заранее вам спасибо за то что вы экономите наше время так многие давайте посмотрим на супер сток копируем новая вкладка control вставили зашли на сайт шутер стока здесь нам нужны к примеру там воры вот тут нам предлагают какие-то город также и здесь есть ориентация горизонтальная вертикальная почему-то квадратные нету выбрали какую-то фотографию она вам понравилось и у нее есть айди айди пожалуйста не ошибаетесь чтобы у нас не было недоразумений скопировали можете проверить сразу свой айдишник на депозит фотос и шутер стоки вставили его в адресную строку и должна у вас получится та же самая фотография которую мы впоследствии скачаем если же вы выбрали фотографию шутер стока она будет дороже стоить ставили айдишник все наш дизайнер скопирует айди скачает фотографию супер стока и делает макет друзья ну и что такое последний пункт взять из предыдущего товара у нас стенд состоит из двух створок соответственно в корзину мы должны положить два изделия фотографию мы должны оплатить только один раз потому что у нас одна фотография идет на оба изделия в первом товаре когда мы заполним параметры мы примеру выбрали сайт депозит фотос заплатили 501 рублей но при оформлении 2 заказов мы отметили вот этот пункт чтобы дизайнер взял фотографию из предыдущего товара и второй раз мы за нее не платили с этим пожалуйста повнимательней мы можем это пропустить и не вернуть вам денежки если же конечно мы увидим денежки вернем проблем с этим я думаю все с фотографии разобрались спасибо будьте внимательны пошагово просто проходите все пункты тогда мы изготовим изделия ваш размер и они станут у вас как литвей всех благ а вот и и Продолжение следует...